Добрый день, и мы рады вас приветствовать в редакции Small Daily. Перед тем, как мы с вами, наверное, беседуем, хотелось бы, чтобы вы немного, наверное, рассказали о том, чем вы занимаетесь в жизни, что вы занимаетесь, и не только адвокатской деятельностью, наверное, рейсингом, для нашего более широкого читателя, который еще не до конца с вами известен. Может быть, немного о себе расскажете. Понятно. Меня зовут Мануилов Сергей, 40 лет, в Смоленске жил уже более 10 лет, ранее жил в другом городе, более того, в другой стране, приехал все время в Смоленск, этот город мне понравился, выбрал его, стал здесь жить. По профессии адвокат, вот уже почти 4 года работаем, что-то получается, крайне мере, считаю, так не отчитают другие. Ну, вискорби – это спорт, железный спорт, в частности, сейчас это армбрессинг, борьба в руках. Почему армбрессинг, есть же другие виды спорта? Есть пауэрлистинг, например, да? Вот и почему именно армбрессинг? Вопрос хороший, корни из него растут, скажем так, еще из тех самых 90-х годов, тогда видеозонных в популярных фильмах «За Сайс Тилл», главной роли Сталлоне. Посмотрел, ну, понравился, мотивировал, вот и итог такой до сих пор. И сколько лет вы занимаетесь? Самые первые соревнования это были еще, когда учился в школе, последний класс, 93-й год, тогда первый раз вышел за стол, ну, никак, успехи были никакие, ничего не занял, даже никого тогда и не выиграл, вот, но стал заниматься в дальнейшем уже с 95-го года, пошли более-менее успехи, то есть выиграл чемпионат области, на первенстве соревнования был призером. Далее. Как готовится к соревнованиям Армир Рейстер? Он день и ночь сидит с гантелей в руках и там не спит, занимается, и спит, только занимается, там, ест мясо, получает белок от этого и продолжает заниматься? И вот в чем заключается сама подготовка, на мой взгляд? Ну, сама подготовка, в основном, конечно, это, в идеале, борьба на руках, то есть с кем-то отрабатывать технику борьбы, вот, различные виды нагрузки, ну, если этого не получается, просто работа, спорта, или акцент на те группы мышц, которые задействованы в работе, это пальцы, это предплечье, это мышцы рук. Каким образом можно тренировать пальцы? Какие это упражнения? Ну, если самое простое, покупаешь теннисный мячик или любой кистевой спандер и сжимаешь его. И просто вот так вот, видите, часами можно просто нажимать? Ну, можно часами. А эффективнее как? Эффективнее, ну, из всего это, скажем так, самое комплексное упражнение на руки, на кисти, на пальцы, это канат. Банальный канат, который есть в любой школе, вверх, вниз по нему лазить, даже идет нагрузка, это, если нет, иных вариантов. А так, скажем, в арсенале тормозов очень много, самых разных. То есть там и с спандерами, это и жгуты резиновые, это и гантели, это и штанги, это, опять же, та самая борьба на упражнение. Если заниматься этим профессионально, то сколько времени, например, неделю, нужно этому отдавать? У кого как, у всех по-разному, то есть в среднем от двух до четырех тренировок неделю. А по часам это сколько один тренировок поделится? Ну, от часу до двух, опять же, это спроба индивидуально, скажем, кто как переносит нагрузку, у кого какая предрасположенность. Не мог не заметить в ваших социальных сетях фотографии согнутых гвоздей. И там подписано, что вы расслабляетесь так во время работы, во время вашей основной работы адвокатом. Бывает. Это вот таким образом вы со стрессом поветесь? Ну, просто хобби, скажем так. То есть прошло какое-то дело, например, сушение, да? Вот вы потом зашли в свое кабинет собственное, чем-то недовольны, начинаете гвоздь 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 гвоздь? Нет, не обязательно просто по настроению. В одном из ящиков лежит гвоздь, скажем так, когда есть желание, можно и попробовать. На заседании сюда с собой гвозди не носите? Нет, конечно нет. Тем более сюда же в пропускной режиме такие вещи категорически допущены. Как у вас получается совмещать вот эти две ипостаси, скажем так, адвокат, такая серьезная профессия и орангастерская спорция, которая требует такого азарта? Ну, все дело в планировании времени, скажем так. То, что работаешь с адвокатом, плюс работа в отчестве, сам определяешь свой график, как работаешь, более-менее уже можно располнировать пункт, и уже исходя из этого, если есть какие-то свободные часы, у меня, как правило, это в рабочие дни, это утро, то есть с утра, в полчаса, там, всем уже в кузов заниматься, время выпить. Показали немного соревнований. Опять же, дипломы видим у вас на странице, фотографии дипломов. Расскажите, может, о каких-то самых значимых соревнованиях в вашей жизни? Ну, если самое значимое, для меня какое-то, в этом году, в марте, был чемпионат России, выступал в своей возрастной категории, под сорока летом, и выиграл третье место. Учитывая то, что арместлингом я уже не уходил на саду на нее почти десять лет, для меня, считаю, пока самое большое достижение. То есть вы для себя просто занимались, а от соревнований не участвовали? Именно так. И даже в Смоленской области здесь участвовали? В Смоленской области арместлинг практически не развивается. То есть есть ребята, ну, неравнодушные, которые занимаются этим видом спорта, вот, но, к сожалению, их не так много, их какой-то организации сейчас нет. Ну, а как вы считаете, по какой причине? Потому что вроде бы в тренажерные залы ходит немало людей. Спорт не развивается. Ну, как таковых залов по арместлингу в Смоленских. А не специфически должны быть эти залы? Обычно, как правило, это просто тренажерный зал, просто в котором есть столы. Один, два, три стола по арместлингу. То есть этого, в принципе, достаточно, чтобы... В принципе, да. Может, сборную у вас гладить в Смоленской области свой кандидаток? К сожалению, времени нет. Хорошо. Тогда вы живете в Смоленске уже сколько лет? Так, ну, уже почти двенадцать. Когда вы приехали в город 12 лет назад, да? И сейчас? Как изменилось вам в любом городе? Ну, как автолюбителю, я скажу, стало больше машин, намного. То есть в городе те же появляются пробки. Когда приезжал в 2005 году, помню, машин было очень мало. Ну, а город умный. Он развивается, становится все-таки лучше. Думаю, процесс будет продолжаться. Ваши любимые места вы говорите? Ну, пожалуй, рядом с ним пора. Потому что там находится спокойствие от суеты дней, да? То есть когда год здесь заканчивается? Нет, можно сказать так. Просто прогуливаться по парку, отдыхаешь. Скажу так, вот вы сказали, что, возвращаясь к соревнованиям, сказали, что нет спортсменов, ну, или не хватает спортсменов. То есть не хватает профессиональной какой-то организации для этого? Да, то есть в данном случае должна быть организация, то есть федерация в форме слингу, должна быть аккредитована, там куча документов собирать, опять же, должно быть соответствующее финансирование. К сожалению, не все могут себе это позволить каким-то образом укладываться. То есть чисто такие причины по принциям. То есть то, что вы участвовали в чем-то в России, это все за собственные счеты? Конечно. Я взяла у вас фотографию, опять же, вы выступали в форме Тульского области. Да. Это вот как от адапного региона, или как это получается? Нет, вот именно, опять же, та же ситуация, федерация арместлинга России, у них требования очень жесткие. Потому что, если ты выступаешь на первенстве России, соответственно, ты должен быть включен в состав какой-либо из команд. Поскольку в Смоленской федерации арместлинга нет, они более аккредитованы, поэтому я выступал за команду Тульского области. Что бы вы могли пожелать людям, которые хотят пойти не по стопам адвоката, а по стопам адвоката, которые просто хотят тебя привести в форму, а потом заняться этим видом спортом? Для начала как минимум пойти в зал и заниматься. Да. Еще. Может быть, все равно. Это все. Это все зависит только от личного желания. Естественно. Об этом еще сказал знаменитый наш шлангист Юрий Власов. То есть, хоть и малыми тренировками, но постоянно не бросать, постоянно их держать. Это основное. Держать все формы. Прекрасно. Но чтобы гнуть гвозди, нужно что-то, наверное, больше. Вот как вам удалось этого достичь? Ну, здесь просто идут определенного рода специальные упражнения на кисти. Пропишешь в поиске в интернете, например, «Хочу погнуть гвозди» и там себе список комплекс упражнений выскочить. Есть специальные сайты именно для тренировки силы хвата. Говорить не буду, это уже реклама будет. Можно их найти. Там, на самом деле, десятки тренажеров различных на любой вкус, кому что понравится. Кто-то любит гвозди, кто-то рвать карты, кто-то просто там ломать железо. Так что вариантов очень много. То есть, всему этому можно учиться, но для этого достаточно, в принципе, как вы сказали, одного каната, например, да? Как минимум каната, да, достаточно. А занятия на перекладине брусьев? Перекладина брусьев, они развивают силу, но там идет более акцент на бицепс, трицепс. Кисти не так задействуют. Потому что именно основная нагрузка при работе с теми же гвоздями, это идут кисти рук, пальцы, при плече. Травмы он получает? Конечно. И что, предплечье выращивает? Нет, травмы это при борьбе на руках. Обычно это травма у всех парцов практически. Это активность устава. Потому что нагрузка. Да, очень большая идет нагрузка. И после борьбы руки правил цикла. Поэтому приходится отдыхать неделю-две. Сколько можно схваток провести за минимальный короткий срок? Минимальный короткий срок это сколько? Ну вот, например, за час. Сколько можно схваток провести? Или только вот такая на максимум схватка? В зависимости от того, какой будет соперник. Если борешься с детским садом, можно и сто детей положить. Можно с одним соперником побороться и уже дальше... На уровне чемпионата России сколько вот схваток проведет? У меня было 4 схватки. Там было 12 шагов. Опять же, арместинг это такой вид спорта. Очень много здесь жеребьевки. То есть бывает такое, когда два очень сильных спортсмена жеребьевки. Они буквально в первом круге друг с другом становятся. Поскольку они оба примерно равны по силам. Борьба идет довольно долгая. Оба изматываются. И бывает такая ситуация, что они оба изматываются. Фактической силы продолжать борьбу уже нет. Выходит дальше и рука буквально сама дается. И в итоге занимают места высшие те, кто по факту слабеет. Просто вот так вы готовы. Вот вы здесь не участвовали в соревнованиях. Приехали. Вы там заняли вообще кого-то из соперников или нет? Или так? Кого-то я знал. Нет, не своих соперников. Просто были знакомые люди еще с тех же 90-х, когда выступал. Все те же самые? Нет, не все. Осталось очень мало, к сожалению. Но люди есть. То есть вы приехали с таким ощущением? Это уже серьезный соперник? То есть вы видели этого соперника? Поняли, наверное? И бессмерки тоже сразу вы сделали. Нет, тут уже есть такой опыт, что выводы делать перед соревнованиями бесполезно. Просто настраиваешься на борьбу. Кто бы не был. На борьбу. Вот. Для того, чтобы совмещать две специальности, специальность адвоката и не специальность, не хобби армрестлера, что нужно еще кроме того, как свободное время? Время и желание больше началось. То есть, опять же, все на этих группах? Конечно. Может вам по жизни это помогало, то, что вы занимаетесь с армрестлером? Чисто хобби. Ну и плюс, благодаря армрестлеру, опять же, какой-то круг знакомств расширяется. Новые контакты. Иногда это помогает. Хулиганов там гоняются по улице. Нет, не случалось такого. Каждый должен взаимоцей делать. Большое спасибо. Приятно было. Взаимно.